Честно говоря, некоторых, а может быть многих, настораживает то, что мы часто общаемся с руководителями регионов, страны. Должен вам сказать, что здесь нет никакой конспирологии. Я очень часто говорю, если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются, это и наша Россия. Поэтому к этому надо привыкать. Россия это больше, чем страна, а для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить. Поэтому, если вы что-то там читаете, вы должны знать, что это обычная выдумка, как после последних этих событий. Тут целая революция поднялась в связи с опросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в президентские выборы. И тут меня уже чуть ли не обвинять, белорусы стали. Вы знаете, что, посол Америки от нас убыл за вмешательство в выборе Беларуси? Понимаете? Открытое вмешательство, участие в демонстрациях и прочее. И скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в выборы американские, если даже были бы. У меня уже выработан соответствующий к этому иммунитет. И я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. Ну, а если кто-то высказывал свою позицию, то надо, прежде всего, начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в Соединенных Штатах Америки. Я тогда открыто поддерживал Трампа. В открытую, критикуя демократическую Америку, как они действовали против Трампа. Вот мое отношение к этому. И при том, надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия в отношении наших граждан, что мы в отношении российских граждан. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивают там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее. А как? Иначе. Вот у нас единая система. Человек, который пребывает в Беларусь, там заселяется и так далее. Мы же айтишная страна. В компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под вниманием чьим-то. Я образно говорю. Красный цвет. Так, посмотрели. Такой-такой человек. Что надо сделать? Надо разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще чего-то. Мы же не знаем. Мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Но когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было. Началась накрутка. Разные низыгарьи ваши. И вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию. Правда, один наш оппонент очень серьезный, что меня удивило. Я сказал, слушайте, а как белорусы должны были поступить? Они же должны были выяснить, что это за человек. А то, что она будет отпущена, не вызывает сомнений. Поэтому вот я специально привел вам свежий пример, как это иногда делается. Правда, у нас уже другая конспирология. Тут многие начинают говорить, может быть, и все они это специально сделали. Или как лакомусная бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная. Нам это не надо. Спасибо. Спасибо.